Зимой 1993 года в половине третьего ночи генерал Борис Ратников проснулся от холода. Жены рядом не было. Он поднялся и увидел женский силуэт. Его жена стояла на подоконнике перед раскрытым окном. Еще секунда, и она шагнет туда. Бездна. Мы можем называть ее по-разному. Коллективное бессознательное, информационное поле, астрал. Но точное определение дать невозможно. Бездна – это все. Все, что было, есть и будет. Там нет времени и нет расстояния. Невозможно представить, что такое бездна, как невозможно представить, что такое бесконечность. Но есть те, кто могут уйти в нее, а потом вернуться. Роман Куренков будет нашим сталкером. Сталкером Бездны. Сейчас я щелкну пальцами, и твои ладони склеятся. Сейчас я дотронусь до твоих рук, они разомкнутся, и ты проваешься в глубокий, спокойный сон. Мне просто становится тесно. Моя голова начинает просачиваться сквозь темную узкую трубу. У меня полностью охватывает и сжимает. Плечами я пытаюсь так, вот так вот, пытаюсь вылезти. У меня подхватывают чьи-то руки, тянут, выхватывают за подмышки. У меня сбрезают поповинь. Мне страшно, я хочу назад к маме, и я кричу. Это называется регрессивный гипноз. Роман не просто вспоминает, он заново рождается, но его сознание уже работает. Оно работало уже в момент зачатия. Оно пришло из той самой бездны, в которой спрятаны огромные силы. В зимнюю ночь 93-го генерал Ратников в последнюю секунду спас свою жену, которая чуть не выбросилась из окна. Я проснулся и вижу, что она уже практически по пояс вылезла сюда. Я ее тогда за ноги взял, разбудил, оттащил. Спрашиваю, что ты делаешь? Она говорит, там что-то с тобой случилось, и мне надо тебе оказать помощь. Ты зовешь, чтобы я туда вышла. Кто направил этот мысленный зов, удалось установить. Ратников вызвал оперативную группу, и в ходе расследования выяснилось, что именно в ту ночь возле дома генерала, который, кстати, живет не в Москве, стояла машина американского посольства. Предположительно, они приехали вот с той стороны, и встали где-то вот здесь, в зоне приводной видимости, на окно. Но чем они работали, или аппаратурой, или мысльно, тоже сказать не можем. Все указывало на то, что это была месть американских спецслужб генералу. Именно он сорвал их план, по которому в 1992 году должен был состояться вооруженный конфликт между Россией и Китаем. Перед визитом президента Ельцина в Японию резко активизировалась токийская полиция. Посты в районе посольства России заметно усилены. Как известно, вопросы безопасности стали несколько дней назад поводом серьезных разногласий. У нас есть претензии к японской стороне по вопросам обеспечения безопасности визита, которые мы пытаемся решить в рабочем порядке. На самом деле, предъявление претензии японской стороне по вопросу обеспечения безопасности визита президента было просто предлогом для того, чтобы отменить визит Ельцина в Японию и сохранить лицо президента. Лишь спустя полтора десятка лет Борис Ратников признается, что поводом для столь жесткого решения послужила информация штатных экстрасенсов российских спецслужб. Они доложили, что под давлением Вашингтона Япония в ультимативной форме будет требовать возврату Курил. Мы сделали дистанционный контакт нашего оператора, так называемого, или слипера, его по-другому зовут, с мозгом президента Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем Старшим. И выяснилось, что передача эта носила глубокий политический смысл. Как только мы передадим эти острова Курильской гряды японцам, Китай сразу под воздействием агентуры влияния американской, которая в то время находилась в ЦК КПК, инициирует вооруженный конфликт на границе с Россией. Конфликт двух стран, главных конкурентов США на мировой арене, который в любом случае резко бы их ослабил. Это и могло быть тайной целью Вашингтона. Ведь еще с советских времен Китай открыто претендовал на некоторые районы Южной Сибири. Это еще тянулось тогда с конфликта на Даманском, поскольку было очень большое количество километров неустановленной границы. Эти опыты по телекинезу с Нинель Кулагиной, проводимой в секретных лабораториях, лишь верхушка айсберга экстрасенсорных битв спецслужб, которые ведутся по всему миру. Незримое подчинение и управление отнюдь не предметами, а волей людей и даже глав государств – вот главная цель этих экспериментов. Никто не знает, откуда появляются эти страшные силы. Но сегодня впервые признано, что в поисках могущества люди вскрыли настоящий ящик Пандоры, в котором таится неведомая и враждебная бездна. То, что вы сейчас видите, на языке военных называют бесконтактным боем. Долгое время это искусство преподавалось только элите спецназа. Расслаблено, расслаблено, все, еле-еле касаясь. Вот смотри, еще раз, Виталик. Когда ты пошел, раз, да, ты прямо ввозь руку. Не надо, все, вот чувствуешь, у меня все расслаблено. Еле-еле я вот касаюсь, все, видишь. Уже для него большая скорость. Чувствуешь, большая скорость. Поверить в реальность происходящего трудно, но наука официально подтвердила существование такого феномена. Незримые удары наносит человеческий мозг. Это неопровержимо доказано с помощью электроэнцефалографа. Пропустив полученный результат через специальную программу, ученые впервые сумели увидеть, как именно формируются невидимые и сокрушительные сигналы. В том эксперименте участвовала женщина, мастер бесконтактного боя из Японии. Но технология везде одна. Мы видим распределение источников у обычного нормального человека. Теперь она строит энергетический луч. Луч, которым она могла бы, например, привлечь внимание другого человека или подтолкнуть плечо. В конце концов, у нее получается вот такой, как прожектор. Луч, исходящий из центра мозга и упирающийся как бы в центр лба. Фиксируя сигнал, наука не в состоянии объяснить его природу. Но для военных главное, что это работает, а значит, может и должно быть поставлено на вооружение. Пик интереса спецслужб развитых стран к подобным технологиям пришелся на вторую половину 20-го столетия, после окончания Второй мировой войны. Тогда в руки победителей попали архивы знаменитого института оккультизма СС Анны Нербо, который патронировал лично Гиммлер. Рассказы о жутких экспериментах этого института над людьми бродили по коридорам Нюрнберга. Но все попытки сделать его деятельность достоянием гласности откровенно саботировались высокопоставленными лицами стран-победителей. Как оказалось, у них были далеко идущие планы. Материалы организации СС Анны Нербо, которые переводятся «Наследие предков», значит, эти документы попали нам, в советскую сторону. И после войны эти вопросы были отработаны. Вот этими вещами у нас занималось больше 48 институтов. Все эти работы были закрыты, проводились под прикрытием психиатрии, на людях. Конечно, это было оружие наступательного плана, на мой взгляд. Малоизвестный факт. Во время Великой Отечественной Гитлер и Сталин практически одновременно дали приказ фронтовым операторам снять реальный рукопашный бой. Приказ выполнен не был. Хроникеры просто сходили с ума. Их сознание словно взрывалось под напором непонятной бешеной энергии. Казалось, нечто инфернальное прорывается в наш мир откуда-то извне, превращая людей в животных. В рукопашном бою нельзя было быть зрителем, только участником. Позже в сумасшедшем бреду кинооператоры твердили что-то о чудесах, которые совершали солдаты. Но сами солдаты никогда ничего не помнили. Однако утверждается, что сознательно подчинить себе эту силу человек все же может. Ее отголосок – бесконтактный бой. Сейчас создается впечатление, что ученики поддаются друг другу. Скажем прямо, так и есть. Попытка сопротивления приведет лишь к тому, что она будет сломлена, а последствия непредсказуемы. Сначала чуть введет, а потом просто яма открывается и все. У человека есть инстинкт самосохранения. И когда он четко чувствует, что его здоровье и одновременно жизни угрыжает реальная опасность, ну, тогда оно хорошо включается. Поразительно. Но современная наука полагает, такие способности от природы даны любому человеку. Вы говорите об этом феномене, вот, скажем, бесконтактного боя, да? Есть такая очень простенькая штука. Если потерять вот так руки, а потом вы поднимете руки и я, мы можем далеко уходить друг от друга и все время держать контакт. Вот если предположить, что такую вещь можно усилить, а почему ее нельзя усилить? Раз он пошел, да, я его уже чувствую, вывожу, вот, и делаю уже возврат агрессии. То есть он, насколько его агрессия входит, вот она в него и входит. Сейчас инструктор стал хозяином мысли своего противника. Хочется нажать? Ну, меня не ждут. Ну, я тебя держу. В реальности враг мгновенно застрелит сам себя. На тренинге его обезоружат. Мы начинаем воздействовать на его ауру. За тем, что поэтически называется аурой или биополем, скрывается физика высоких энергий. Суть в том, что тело человека, каждый его орган, окружен высокочастотным электромагнитным полем. У больного органа частота излучения меняется. Вот так, например, выглядит болезнь коронарных сосудов головного мозга. Лечение, казалось бы, простое. Достаточно изменить частоту колебания с больной на здоровую, и человек спасен. Собственно, так и издревле работают экстрасенсы, колдуны и шаманы. Направленные энергией одних они лечат, других уничтожают. Мы же работали и в разных самых странах, и с шаманами, которые имеют эту древнюю традицию. И совершенно четко видно, как этот шаман может влиять на других людей. И это действительно проявляется в изменении, причем направленном изменении энергетики, так, как он планирует. Это можно вызвать, скажем, отток энергии от сердца, или приток энергии от сердца. Что такое отток, приток энергии? Это блокировка микроциркуляции крови, прежде всего. И на наших картинках это четко все проявляется, четко видно. Обратите внимание на, вот, так называемые здесь присутствующие артефакты. Это можно определить как одно из проявлений заболевания. Но картинку можно трактовать несколько иначе, парадоксальнее. Эта картинка соответствует, так называемой, ну, скажем так, внедренной энергетике. Ну, не является большим секретом, что так называемые сглазы, порчи и проклятия, которые существуют, они каким-то образом влияют на нашу энергетику. Показанная аурограмма – это реальный случай с преуспевающим бизнесменом Дмитрием, которого в ноябре 2005 года доставили в одну из больниц города Пскова. Диагноз – острая почечная недостаточность. Болезнь развивалась настолько стремительно, что спасти его не удалось. Вообще такое возможно. Если, скажем, пациент перенес ангину на ногах, не обращаясь к врачам, такая ситуация может вполне вызвать воспаление, которое, в свою очередь, вызовет острую почечную недостаточность. Человек просто тает на глазах. Помочь ему очень сложно. Но в данном случае пациент наш утверждал, что никакой ангины у него не было. Так это или нет, остаётся только гадать. Однако Юрий Мамедов, который лично снимал у Дмитрия аурограмму, считает, что по проявившимся на ней повреждениям биополя удалось установить причину его смерти. «Подключение специалистов помогло отследить источник. Это удаётся достаточно часто. И вышли, собственно говоря, на его жену». Жена бизнесмена, Вика, просто решила прибрать к рукам бизнес супруга, процветающую турфирму. И вот так она избавлялась от своего мужа. Листки с образцами почерка, волосы жертвы, всё сжигается. Пепел смешивается с пластилином, из которого затем лепится фигурка человека. Смотрится забавно, но в умелых руках вся эта мистика становится реальной опасностью для жизни конкретного человека. Естественно, своя смерть своего супруга, когда нанимает кирлеров, это одно. А когда всё происходит естественным путём, и вот эта так называемая «естественная» смерть, в данном случае искусственная, собственно говоря, наносная, она в классической медицине воспринимается абсолютно спокойно. Именно потому обладатели древних шаманских технологий очень часто попадали под колпак спецслужб. Их умение наносить смертельные удары из бездны незаменимы для тайных войн. Есть мнение, что чем точнее вот такая копия, тем больше власть над оригиналом. Заразить человека смертельным недугом может и не получится, но физически он будет истощён, воля будет парализована. И даже слабый гипнотизёр сможет заставить его совершить любой, порой фатальный поступок. В информационном противостоянии стран спецслужбами очень часто используются подобные технологии. Это противостояние называется войной спецслужб. Алексей Мухин – известный аналитик, однако политической тусовке он совершенно неизвестен с другой стороны. Долгие занятия айкидо и медитации позволили ему не только овладеть техникой бесконтактного боя, но и дали пропуск в круг специалистов, которые чётко видят необычные, на взгляд обывателя, причины некоторых загадочных преступлений. Смерть, например, журналиста Ивана Сафронова, военного комментатора, довольно чувствительная смерть для области, в которой он работал, она совершенно необъяснима, она невыгодна. Его оппонентам, его противникам, объектам его критики. Но, тем не менее, она произошла. И ряд довольно странных обстоятельств, с которыми сопровождалась эта смерть, он вызывает вопросы. Иван Сафронов без видимых причин выбросился из окна. Известно, что он вёл расследование о подпольной торговле оружием, в которой могли быть замешаны высокопоставленные чиновники одной из стран ближнего зарубежья. Но доказать ничего не мог. Однако, именно его загадочная смерть спровоцировала скандал, из-за которого преступный синдикат перестал существовать. Специалисты полагают, что в этом и состояла операция спецслужб или конкурентов. Они уничтожили синдикат, организовав зловещую гибель неугодного ему журналиста. Предварял смерть в ряду довольно странных обстоятельств. Первое. Обострение хронической болезни. Как правило, это происходит во время информационно-энергетического воздействия на объект. Второе. Человек находился в состоянии крайней беспокоенности. Это тоже состояние психологического сдвига, когда человек, в принципе, может совершить какой-то необъяснимый и фатальный для него поступок. И третье. Самые обстоятельства смерти. Доказать, что самоубийство Сафронова было организовано, не удалось. Однако эксперты считают, выход из окна – самое, с позволения сказать, лёгкая смерть с точки зрения дистанционного воздействия. Инстинкт самосохранения может не позволить находящемуся под гипнозом повеситься или вскрыть себе вены. Здесь же гипнотизёру достаточно дать человеку установку, что он, например, находится на первом этаже, и роковой шаг будет сделан. Есть понятие обычный гипноз, есть понятие ментальный гипноз. То есть, когда гипнозер не смотрит человеку в глаза, а он может сидеть в стороне, может сидеть в соседней комнате и проводит сеанс гипноза. Ты проваливаешься всё дальше и дальше. Возможно, в одну из прошлых жизней картины далёкого прошлого проплывают в территорию зону. Специалисты утверждают, что во время регрессивного гипноза человек как будто получает власть над временем, далеко уходя вглубь веков. Мы услышим только слова. Однако современная аппаратура впервые позволит увидеть, что происходит с человеком, когда он уходит в бездну. И, может быть, увидеть её саму. Вот сейчас, в реальном времени, у Романа будут сниматься показания электроэнцефалограммы. Я одет в яркий халат, седые волосы, длинные, и длинная борода. Роман перенёсся в Древнюю Индию. Он – целитель по имени Рахим. Ему 82 года. Сейчас он лечит соплеменников методами йоги. А ты тоже что-то обсуждаешь, что ты говоришь? Понять язык не смогли даже специалисты. Но именно в этот момент аппаратура зафиксировала чёткий посторонний сигнал, которого просто не должно быть, если только он не пришёл из бездны. Возникают два вопроса. Или это вышли на поверхность более глубинные области памяти его, возможно, он может сам говорить на этом восточном языке. Или это действительно инициация сознания того человека, от имени которого он говорил на восточном языке. Традиционная наука утверждает, что под гипнозом человек говорит только правду. Однако гипноз слишком трудоёмок, поэтому в секретных лабораториях всегда искали иные ключи, которые позволяют вскрыть душу человека. И их нашли. Один из способов – психозонтирование. Вы слышите музыку с посторонними шумами. Это задаются вопросы. На нормальном человеческом языке, но в очень ускоренном темпе. Стремительно бегут цифры, иногда мелькают слова. Сознание воспринять эту мешанину не способно. Но именно в этом ключ ко всем тайнам человеческого сознания. Это своеобразный детектор истинный, потому что вопросы создаются все в неявной форме, вскрытой. И фиксируется реакция мозга. А наш мозг лгать-то не умеет. Метод психозондирования очень эффективен для врачевания, казалось бы, неизлечимого. Душу можно не только вскрывать, ею можно управлять. Перед вами человек, которого вылечили таким методом от наркомании. Наркоман! 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 Вот он в трансе. Перед ним прогоняют все плохое, что было в его жизни. Весь ужас наркомании. А после это плохое будет заменено всем хорошим, что сохранилось в его душе. Этим кадрам около 10 лет. Сегодня этот человек солидный банкир. Его деловые партнеры даже представить не могут, что ответственный пост занимает бывший наркоман. Поэтому, несмотря на наше заверение сохранить его инкогнито, держался он крайне напряженно. Столько лет прошло. Я внешность менял, пережал с места на место. Но на кодиках не вспоминаю. Не знаю, что врачи делали. Говорят, что скрытые таланты искали. Но я сейчас работаю, свое дело. Успешный банкир вроде. Верить такому трудно. Но сознание человека в руках ученых оказалось подобно детским кубикам, которые можно менять местами и лишние просто выбрасывать. Допустим, человеку, у которого в детстве произошла какая-то патологическая фиксация, из-за которой потом развелась бронхиальная астма, или еще какие-то проблемы появились, убери эту фиксацию, и не станет астмой. Это все. Вот это то, что мы делаем. То есть мы меняем доминанту. Создателем технологии психозондирования был профессор Игорь Смирнов. Свой уникальный метод он разрабатывал под бдительным оком Лубянки. До сих пор 90% выданных ему авторских свидетельств идут только под номерами. Даже названия его открытий засекречены. Незадолго до своей смерти профессор признал, что создал страшное оружие, которое можно назвать управляемым изменением личности. Мои коллеги и я, мы делаем оружие. Конечно же, это оружие для борьбы с болезнями человека. Я думаю, что злонамеренный ум мог бы это использовать и в других целях. В качестве оружия для поражения, подавления, может быть. Технически это, в принципе, возможно. Сейчас мы направляемся на один закрытый объект. Именно здесь порой пролегает передний край психотропной и психотронной войны спецслужб. Ну вот здесь у нас располагается Институт прикладной экспериментальной психологии. Здесь как бы перемежаются исследования и психотронного класса, и последствия психотропных атак в отношении, в том числе, и оперативного состава, в отношении конкретных лиц. Когда вдруг что-то случается, как это было в начале 90-х годов, когда у нас попал сотрудник, который оказался под очень сильным воздействием. Тогда в одной из стран Северной Европы в сети американских спецслужб угодил офицер нашей разведки. Шпионского скандала не раздували. ЦРУ нужна была информация и, судя по всему, насильственно завербованный агент для какой-то своей акции. Когда его удалось вернуть в СССР, выяснилось, что психотропами и гипнозом человек буквально выпотрошен и как личность фактически уничтожен. И вот мы смогли перехватить вовремя этого человека. Действительно, он 9 суток пребывал под воздействием психотропов. Потом всё это, так сказать, и развед опролся, и всю технику работы с ним, с его мозгов смыли. Получился просто обнуленный человек, так называемый, когда там вообще он не мог представить себе, кто он, что он и чего. Вот здесь его личность восстанавливали буквально по крупицам. Сначала методом гемодиализа долго промывали кровь от психотропов. Потом в дело вступали штатные гипнотизёры наших спецслужб. Личность нашего офицера восстановить удалось, но память о 9 днях плена была надёжно заблокирована американцами. Хотя, казалось, технология таких кодировок известна ещё со времён Средневековья. Такой пояс использовали ещё при Иване Грозном. Размещали лобно-затылочные области, как бы оброчек. В то время он просто стягивался. Потом, когда начали исследовать особенности работы головного мозга, то стали использовать слабые токи. Слабые токи вызывают так называемое полусомрачное состояние. Вот в этом состоянии можно работать с подкоркой. Сейчас вы видите кресло-станок, предназначенное именно для таких кодировок. Кандидату в зомби делают психотропный укол, вводя в наркотический транс. Тогда наступает черёд вот этих ампул. Трудно поверить, но в этой жидкости заключена человеческая личность, ориентированная на выполнение определённого задания. Каким образом это сделано, тайно за семью замками. Известно лишь, что для переноса информации из ампулы в мозг лежащего требуется специальная антенна. Только на этом кресле человека можно подселить 18 личностей. После этого человек, когда приходит в себя, он просыпается и ничего не помнит. Информация сохранялась у него, но доступна была только тем, кто туда закладывал. Потому что каждый раз существует свой код. Этим кодом может быть набор цифр, звуков, что угодно. Тогда внедрённая личность оживает, полностью парализуя волю несчастного, превращая его в игрушку в чужих руках, подобно компьютерной. Только диверсии эта игрушка осуществляет настоящей. Именно поэтому выяснить, какую программу ввели американцы за 9 дней плена в нашего офицера, надо было любой ценой. Ведь это был 90-й год, когда страну лихорадило, шаталась власть, и были возможны любые провокации. Тогда решили задействовать особого сотрудника. В спецслужбах людей такого уровня единицы. Они входят в бездну, живут по её законам и тем самым становятся хозяевами сознания любого человека. Их ещё называют слиперами. В те годы они работали так. Это достаточно серьёзно, хорошо подготовленные специалисты, которые здесь вот проходят всю систему погружения в глубокий гипноз. Тогда делается команда, по которой он открывает глазки, находясь в состоянии глубокого гипноза. Ему даётся фотография, и сознанием переходит сознание этого человека. И мы фиксируем этот переход, начинаем с ним уже предметно разговаривать по интересующему нас кругу вопросов. Будь то политика, экономика, финансы. Именно так, с помощью самогипноза, слипер вошёл в бездну. Из неё он увидел почти всё. Загородный дом в Норвегии, где держали исколотого психотропами нашего офицера. И главное, услышал, какую программу в него вводили во время зомбирования. Это был период, когда Михаил Сергеевич Горбачёв вручалась в ОСЛО Нобелевская премия. Этот человек должен был использоваться непосредственно вот в этих мероприятиях, связанных со срывом процедуры вручения Нобелевской премии. На церемонии вручения охрана буквально обложила Горбачёва. И провокация не состоялась. Но всё это время на Лубянке и в советской резидентуре в ОСЛО шли оперативные совещания. Была поднята на ноги вся агентура. Ведь слипер установил сам факт готовящейся провокации. Только в чём именно она состояла, не узнал даже он. Два из девяти дней плена нашего офицера, когда он получал конкретную программу действий, оказались заблокированы полностью. Да, к этому времени он был уже среди своих. Но может в этом и состоял план американцев? И на самом деле наш агент должен был совершить что-то другое. Вот мы могли вскрыть первый уровень, а там мог быть второй, а мог быть третий. Не всегда мы в состоянии всё открыть. Почему? Потому что там есть иногда блокирующие вещи, которые устанавливаются. И как только ты начинаешь их цеплять, то психологическое состояние человека выходит из нормы. И он начинает всего трясти, он начинает переходить в состояние животного. Неизвестную программу просто накрыли своим блоком. Но из разведки человеку пришлось уйти. Гарантии, что защитный блок выдержит, если эта программа заработает, нет. Наш уже бывший офицер, по сути, остался зомби. Он практически как специалист перестал существовать. Чего я боюсь, что в те два дня, когда я потерялся, со мной могли что-то такое сделать, заложить какую-то программу. И даже иногда бывает, что когда звонит телефон, берёшь трубку с опаской. Вдруг в телефоне прозвучит какая-нибудь цифровая или словесная команда. И боишься, что натворишь после этого чего-то такого страшного, чего-то непоправимого. Виктор никогда не служил в разведке. Обычный рядовой гражданин. Осенью 2002 года он открыл глаза в неизвестном лесу рядом с железной дорогой. С этой минуты и началась его новая жизнь. Встал и не могу понять, где я, что со мной произошло, что случилось. И пытался ещё себя подбодрить, сказать, ну, что ты тут сидишь, давай вставай, иди. И вот именно в этот момент я понял, что я не могу себя назвать по имени. Виктору повезло. В милиции ему поверили, по телевизору показали фото. Так его нашли родные. Он их не узнал. Его привезли домой в маленький город на Вологодчине. Показывали вот эти записи. Оказывается, он музыкант. Даже брал призы на каких-то конкурсах. Выяснилось, пропал он два месяца назад, когда поехал в Калининград по делам. Вот это всё моя жизнь до здесь. Тогда Виктор смирился. Лучше такое, рассказанное прошлое, чем вообще никакого. Он заново знакомился с родными и друзьями со своим городом. Между тем специалистам было ясно. Амнезия у Виктора искусственная. Всё, что не связанное со мной, я всё помню. То есть я знал, кто президент, как называется страна. То есть вещи, которые со мной лично не соприкасались, вот эти вещи все я знал. Но всё, что соприкасалось со мной, вот это было вне моей памяти. Я знал, что такое огурец, допустим. Но я не знал, какой он на вкус. И заново пробовал. И когда я приехал сюда, мои родные мне начали всего каждый день всё разное покупать, чтобы я пробовал. Помню, как сейчас я в военкомат вышел на перекур. И как я его увидел, он идёт с матерью. Я думаю, не может быть как-то, что человек меня не узнает. Сколько времени вместе знались. Витя, я говорю, так я Лёша. Ты, говорю, меня не помнишь? Нет, абсолютно, абсолютно. Это в глазах была пустота полностью. И вот, не знаю, это для меня был шок. Для меня был шок. С память, с память, с память. Память Виктору удалось вернуть. Методом психозондирования из глубин подсознания извлекались какие-то обрывки. Оказывается, они выжили, но были заблокированы. Полгода составлялась личная программа. Потом ещё два года ушло на восстановление его личности. Вместе с памятью просыпались чувства. Часто это было мучительно, но так возрождалась уничтоженная жизнь. Ну, самое первое яркое воспоминание, это было похороны моего отца. В первую очередь приходят плохие воспоминания. То есть те, которые очень сильно запечатлелись. Трудно поверить. Но вот на этом диске вся его жизнь до исчезновения. Точнее, почти вся. Два дня, которые он где-то провёл, не восстанавливали принципиально. Ведь таких, как Виктор, сегодня уже сотни. Одному из них память вернули полностью. И эта память, когда он вспомнил, что был рабом на подпольном спиртзаводе, его чуть не убила. Они были одеты кто в чём. В некоторых вообще один башмак был. Были такие. И просто люди умирали, как, ну, отработанная материала всё. Расходный материал. Это один из первых случаев. Ещё в начале 90-х. Тогда жуткую лабораторию по производству зомби найти не удалось. И уже полтора десятка лет нет ни её следов, ни ясны цели. Лишь иногда этот конвейер почему-то выбрасывает очередную, ничего не помнящую жертву. В основном это мужчины. Мужчины такого продуктивного возраста, как принято говорить. Ещё раз говорю, абсолютно психически и физически здоровые люди. Ну, наше предположение, что это, может быть, какие-то эксперименты. Может быть, я не знаю. Между тем, в подсознании Виктора остались обрывки воспоминаний, которые наконец-то смогут вывести на неуловимых экспериментаторов. Посмотрите, какая реакция на наркотики. Вот сюда заложено название тех препаратов, которые могут вызвать в сочетании амнезею, вот такую именно лакунарную амнезею. Но названия которых Виктор до сих пор не знал. Он их и не мог знать. Могли говорить при нём, он мог слышать разговоры людей. В глубинах его подсознания могли остаться лица экспериментаторов. Это бесценная информация для следствия. Только ради неё можно было заставить Виктора вспомнить всё. Однако, когда Виктор нашёлся, уголовное дело как-то очень уж быстро закрыли. Между тем, специалисты полагают, что за этими непонятными похищениями может стоять международная преступность. Сегодня слиперов готовят в той же Средней Азии в рамках скоростных программ подготовки с применением психотропов. В конце концов, когда этот человек отработает 5-6 задач, его обнуляют. Это самый хороший случай, когда его обнуляли, и потом он как зомби появляется, человек ниоткуда. Открыть глаза. Сейчас ты, это женщина. Тебе знакомо вот это место? Да. Что там произошло? Убийство. Убийство. Кого? Меня. В феврале 2007 года в Москве по горячим следам милиция задержала двух обкуренных отморозков, которые убили женщину. Об этом деле Роман ничего не знает. И сейчас, под гипнозом, войдя в бездну, он должен увидеть это преступление так, как это делает слипер. Прижали к стенке, а то он ударили голове и ножом в область живота двое младых людей. Опиши их. Высокого роста. А, светлый. Выше 180. Второй. Пань. Ростом. Где-то метр. Метр 70 лет. Темноволосый. Крупного телосложения. Питанный. Толстенький. Видеозапись этого сеанса была показана оперативному сотруднику, который принимал участие в задержании убийц. Слиперская техника оказалась реально действующей. Все правильно. Один такой кругленький, из нашей, скажем так, Южной Республики. Второй высокий, блондинистый. Характер ранения, ножевое, проникающее в живот. Но имена я пока что назвать не могу. Дело еще не закрыто. Мы проверяем их по другим эпизодам. Хотя по этому эпизоду, да, подходит. Однако, этот сеанс получился у нас только с пятой попытки. Да и то случайно. Но в спецслужбах утверждают, что их слиперы сегодня способны не только сознательно, но и в любой требуемый момент вселяться в подсознание заданных объектов. А поэтому настоящие их лица и имена являются государственной тайной. И даже люди, знающие технологию отбора и подготовки таких сотрудников, давно отойдя от дел, соглашаются на съемку только на условиях полной анонимности. Для того, чтобы подготовить такого оператора, во-первых, нужно найти человека, который имеет все необходимые задатки. Затем его подготовка должна начинаться после 21 года уже сразу обязательно. Подготовка требует в другой раз более 10-15 лет. и очень велик риск потери этого оператора при проведении каждого такого сеанса. Статистика потерь среди слиперов едва ли станет достоянием гласности, как и само их число. Официально этих людей словно не существует, и бездны, в которые они уходят, официально не может быть. В военно-воздушных силах отобранные по специальной методике слушатели Академии научились подключаться к информационному каналу связи. Необходимо было отыскать требуемый замаскированный объект и расположить его на карте с максимальной точностью. Перед вами уникальные кадры. Фильм генерального штаба, посвященный секретным методикам разведки через подключение к тому самому коллективному бессознательному. Попытка военных завоевать бездну. Проще говоря, специально отобранная группа, где военных под гипнозом учат на экстрасенсов. Согласно официальной статистике, точность показателей новоиспеченных офицеров-экстрасенсов составляла свыше 70%. Причем иногда они находили заданные цели даже в бетонных бункерах. Такие группы есть и в ЦРУ. Известен случай, когда в 80-х в СССР в обстановке глубокой секретности готовили спуск на воду новейшего подводного ракетоносца. В то же самое время американский военный экстрасенс докладывал своему руководству все характеристики этого корабля. Но парадокс заключался в том, что эта подводная лодка и строительство ее находилось в километре от моря. И когда он доложил нынешнему министру обороны, тогда он был просто офицером. Естественно, он на этом написал типа чушь. Тогда этот товарищ решил написать конкретно, через 14 дней произойдет пуск. Ну хорошо нашлись умные люди. Они взяли космический корабль, повесили на нашем объекте. И через 14 дней приехали мощные эскалаторы и начали рыть вот этот канал, для того, чтобы эта подводная лодка могла выйти. И через неделю эта подводная лодка вышла в море. А вот учение уже наших моряков-экстрасенсов. Получив задание найти боевой корабль любой иностранной державы, оператор указывал его координаты с точностью до 70%. При этом он определял его тип и принадлежность. Если же давалась фотография конкретного корабля, то его находили в любом случае. Но справедливости ради надо сказать, что подводные лодки поиску почти не поддавались. Здесь точность была всего лишь 30%. Сейчас бывший офицер генерального штаба, владеющий этой технологией, попытается найти автомобиль одного из членов съемочной группы. При этом у него нет ни фотомашины, ни ключей от нее, ничего. Только сидящий напротив хозяин автомобиля. Информацию мы считываем с вас, потому что ваша энергетика в машине, и вот эту энергетику мы ищем. Вот, давайте, где-то вот в этом квадрате, по всей видимости, 58-й квадрат. Наверное, сейчас откроем эту страницу, и посмотрим, где она здесь находится. Да, это перекресток 26 Бакинских комиссаров и Ленинского проспекта. Вот здесь вот, вот здесь вот где-то она стоит. Машина, будем так говорить, немножко потрепанная. Военный экстрасенс не ошибся ни разу. И координаты, и диагностика совпали полностью. Именно борьба за власть над бездной и была настоящей гонкой вооружений ведущих держав. В секретных институтах и лабораториях разрабатывались не только способы экстрасенсорной разведки, но и мгновенного дистанционного удара по выбранным мишеням. Свои успехи спецслужбы проверяли друг на друге. Летом 1996 года в Уральском военном округе высадился американский спецназ. Это были международные соревнования войск спецназначения. В последний день наш инструктор показывал диковинный в то время бесконтактный бой. Нашему командованию необходимо было узнать возможности американцев в этом направлении. Инструктор получает задание ударить кого-нибудь из заокеанских коллег. Реакция наступила через месяц. Подполковник Лавров ехал на машине. Внезапно перед глазами его водителя возникла пелена, руки стали ватными, и автомобиль рухнул в карьер у дороги. Был звонок от руководства. Они проследили элемент атаки на нас, но нас не защитили, кстати. Мы, позвонив руководству, спросили об этом, и они дали такой вариант ответа. А мы хотели посмотреть, какой выживитель. Это очень было, ну, с одной стороны, обидно, с другой стороны, очень серьезно. Давай сейчас перенесемся еще дальше, в твою более глубокую старость, в самый-самый последний день твоей жизни, в самые последние минуты твоей жизни. В состоянии глубокого гипноза Роман смог вспомнить свою предыдущую жизнь, когда он был индийским старцем-целителем. Эту его жизнь мы решили пройти с ним до конца, отправиться туда, откуда, как говорят, нет возврата. Увидеть настоящую бездну изнутри, узнать, кто ее населяет, кто ею управляет. Я вышел из тела и наблюдаю свое безжизненное тело, скорбившись, прислонившись к стене. В этой бездне Роман ходил больше часа. Его душа, как и миллиарды других душ, путешествует под действием неведомой силы. Чувствую силу какого-то притяжения, притягивает, как магнитом с огромной скоростью. В Институте стран Азии и Африки, куда мы отдали полную запись на экспертизу, нам показали книгу, которая только сейчас переводится на русский язык. Она посвящена зороастризму, одной из древнейших мировых религий. Несмотря на ряд расхождений, Роман воспроизводил из нее целые главы. Некоторые моменты, о которых там речь идет на пленке, которые вот в этой книге есть, они в нашей литературе не описаны. Вот я почему занимаюсь как раз переводом этой книги. Но я не берусь судить, как он мог это услышать, где он это мог услышать. Достаточно много моментов, которые я вот в нашей русскоязычной литературе, по крайней мере, не читал. Да и в англоязычной литературе не читал. Электронная аппаратура, следившая за состоянием Романа, ясно увидела в мозгу нашего сталкера канал, по которому его сознание ушло в бездну. Наблюдая эти сигналы, классическая наука не в состоянии объяснить их природу. Однако саму возможность выхода человека из своего тела она уже признает. Это называется «Ауто-боди-экспирингс». Но изучать его академические круги, по крайней мере, официально отказываются. Мне, например, было бы страшно заниматься расшифровкой вот феномена «Ауто-боди-экспирингс». Потому что гарантия, что вернется, это нечто, ну, скажем, душа, тело. У меня в исследовании не будет. Никто этих гарантий не даст. Именно поэтому фантастическое путешествие Романа в бездну пришлось срочно прервать. Продолжать сеанс гипноза стало просто опасным для него. Мне не очень хочется туда. Это как плавильный аппарат меня расплавит и переплавит. Боюсь потерять все. Однако, несмотря ни на какой риск, в закрытых лабораториях штурм бездны идет уже давно. Исследуются методики древних шаманов. На их основе создаются электронные приборы. Некоторые из них вы сейчас видите. Утверждают, что они способны многократно усилить экстрасенсорные способности человека. Но и они уже не венец науки. Ведь если старинные шаманские технологии требуют точного соблюдения сложных ритуалов, то современные способы зомбирования пугающе примитивны и вообще не требуют даже присутствия экстрасенса. Здесь главное понять принцип, а осуществить его техногенно может в паре любой электронщик и нейрофизиолог. Мы сейчас стоим на пороге образования создания нового оружия, нового вида оружия. Ядерное оружие, огнестрельное оружие, холодное оружие уходят на второй план. Мы стоим на пороге сознания биоэнергетического оружия, где собственно главным орудием убийства или поддержания безопасности будет сам человек и его возможности. Один. Начинаем возвращаться сюда, опускаемся в свое тело. Два. Чтобы снять все параметры мозга во время гипноза, с Романом провели три сеанса. Вопросы всякий раз задавались одни и те же. Выводя оператора из транса, гипнотизер не давал ему никаких установок. Забывать или наоборот вспоминать. Просто будил. Итог всегда был один. Я как отрубился после родителей. Дальше что-то... А что там дальше-то было-то? После родителей куда-то... Не помню. Он мог неясно вспомнить собственное рождение и предыдущее воплощение на земле. Однако все путешествия в бездну, даже свое расследование убийства, когда он вселялся в сознание убитого человека, оказались наглухо заблокированы. Бывают такие ощущения, что вот я это могу вспомнить, но как будто что-то это блокирует. В этот момент, особенно вот когда какие-то другие воплощения бывают, обычно люди, вот наступает либо провал, либо когда начинаешь их об этом спрашивать, им становится просто плохо, они выключаются и существует какая-то, видимо, защита от тех воспоминаний. Бездна не смывает память, она просто не оставляет свидетелей. Ведь роман был в ней и вышел из нее. Он рассказывал, что видел и чувствовал. Но рядовому обывателю в его слова поверить трудно. Известно, что лучший способ засекретить это заставить не верить. И, возможно, были затрачены огромные силы и средства, чтобы все эти технологии обычные люди воспринимали как дешевую мистику и лженауку. Потому что есть люди, которые не только верят, но и знают и давно используют сокрушительные силы бездны, ведя тайные войны или добиваясь своих личных целей. и ни следов, ни явных доказательств умысла никогда не остается. Есть люди, которые вскрыли ящик Пандоры и теперь их глазами бездна смотрят в каждого из нас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok